так и теперь нужно будет придумать логин может джулиана джулия и там в общем по своему усмотрению ну желательно чтобы латиницей джулиана да все вот я тебя выбрал и по идее теперь если я зайду вот сюда нам все вот и есть ульяна так мы начнем с игры это игра в которой будут создаваться истории чтобы эти истории удобно было располагать они будут находиться в так называемых story books story буки то есть книжки с историями сейчас я выбираю выбирать в общем-то и не из чего здесь только одна story book называется daily life ежедневная жизнь повседневная жизнь ну понятно о чем будут истории в этой книжке о каких-нибудь обыденных вещах которые с нами происходят ежедневно вот я выбираю значит здесь есть одна storyline одна сюжетная линия то есть их будет много и вот этого сюжетная линия называется one day один день возможно это будет не единственная сюжетная линия посвященная вот одному дню а вот и до 1 подъема до заката от рассвета до заката так скажем если мы сейчас зайдем в эту сюжетную линию то здесь вот есть несколько ну пару эпизодов начатых это before breakfast и at breakfast мы начнем с первого эпизода before breakfast и здесь временно находится вот эта вот картинка типа the alarm clock is ringing звонит будильник и я пока не в тестовом режиме а через просмотр включу чтобы не 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 работали эти всякие таймеры просто объясню что нужно делать ты должна выбрать действие которое ты делаешь то есть вот звонит будильник ты выполняешь одно из этих действий и ты выбираешь выбирать ты можешь по-любому то есть ты говоришь там вот эта первая картинка 2 3 4 то есть на данный момент вот здесь в списке мы видим есть четыре варианта есть тебя это не устраивает какой-нибудь из этих вариантов то ты можешь добавить свой вариант то есть я его быстро попытаюсь добавить а если тут два автор их номера не это это не номера это коэффициенты сложности то есть там например вот цифра 2 умножается в два раза какой-то определенный параметр а тут он умножается в три раза то есть если угадать это не все вот эти события шаги так скажем придумал я часть это придумано учениками и иногда бывает то что они там придумывают это угадать сложно за них поэтому начисляется определенное количество баллов но только при первой попытке то есть естественно потом смысла нету ты уже как бы знаешь эти эти попытки поэтому смысле если ты выбираешь картинку а ты уже когда-то ее выбирала то там не сработает вот этот параметр ты можешь говорить по-английски если ты будешь говорить по-английски но то есть не вот так вот я выбираю вот эту картинку там например но смола с молотком а скажешь по-английски то естественно это значит будет больше очков ну давай попробуем якобы вот ты там выбираешь какую-то картинку не-нет ты должна сразу сказать действие вот так не-нет ты знаешь у нас же в предыдущем шаге и и и ларом крок и с и и и Ну, ты знаешь, у нас же в предыдущем шаге уже был будильник, что он звонит. Поэтому здесь нет необходимости говорить when the long clock is ringing. И тебе сложнее было сейчас сказать. Здесь делается все для того, чтобы вас быстрее научить говорить по-английски. Быстрее можно научить именно по картинкам. Это я знаю уже по своему собственному опыту. Единственное, что до этого у меня не было такого количества плакатов, чтобы я вам здесь их вот так вот показывал. А теперь у меня есть такая возможность. То есть ты просто говоришь I wake up. Но это картинка номер один. Но я так подозреваю, что ты выбрал вот эту вот под ней картинку с будильником. Потому что ты сказал будильник или все-таки была вот эта картинка, первая? Или третья? Вот эта вот первая, вторая, третья и четвертая. Третья. Третья. Это тогда не совсем wake up. Это у нас получается выключать будильник. Ты помнишь, как будет выключать будильник? Turn to alarm clock. А как будет выключенный? Turn off. Нет, просто. Вот что-то выключено. Вот так, значит, как будет выключать? Turn off alarm clock. А, выключенный? Так, ладно, давай так. Я выбираю вот этот вот вариант. Третий. И мы смотрим, да? Значит, здесь turn off the alarm clock. Так как я это делал все на скорую руку, я давал только название, а теперь я сделаю полноценное предложение. По-моему, как-то так это делалось у меня. Так, сохраняю. Вроде бы он сохранился. I turn off the alarm clock. Значит, смотри. Ну, так как мы сейчас это только репетируем, сразу скажу, да, вот здесь не работает, не успел я сделать систему штрафов, начисления штрафов и бонусов. То есть у тебя не было артикля. The. А ты должна помнить, что перед предметами, здесь предметом является alarm clock, нужно ставить какой-нибудь определитель. То, что не ставится перед предметами какой-нибудь определитель, это серьезный минус. Особенно если это касается артиклей. Почему? Потому что артикли на самом деле это самый долгий процесс отработки. Люди уже могут использовать правильно времена, но с артиклями у них все еще могут быть проблемы. И я знаю, что это можно ускорить. И нужно как-то подтолкнуть к тому, чтобы, во-первых, не забывать использовать определители там, где это необходимо. Они могут быть не всегда перед предметом. Иногда бывает нет никакого определителя. Но если ученик ставит определитель перед предметом, перед которым не надо ставить никакого определителя, ну, например, там скажем, я вижу звезды. Вот перед стаз не нужно ставить определитель. И, допустим, если кто-то ставит определитель, ну, скажем, артикль, ну, это вообще такая достаточно грубая ошибка считается, потому что э равно сколько? Это один. Один, поэтому нельзя поставить перед стаз. Это вообще, в общем-то, не ошибка. Можно сказать оси, но нежелательно. Лучше сказать, какие-то, ну, неопределенные звезды. Айси стаз. Да? Но, когда ставится даже артикль э, э, айси, эстаз, то для меня это хороший признак. Значит, срабатывает автомат, при помощи которого мы используем артикли. То есть, чат помнит, что вот здесь, в этом месте, должен быть какой-нибудь определитель. И он его ставит. Это хорошо. Лучше ставить его там, где его не должно быть, чем забывать про определитель, и не ставить его вообще, или частенько. А вот, допустим, не ставить определитель там, где он не нужен, это намного легче, чем научиться его ставить. Вот у тебя была проблема в том, что ты не не сказала «the». Поэтому я говорю, что это такая себе достаточно серьезная проблема, и поэтому я должен был бы отнять там, какое-то количество очков, но я сейчас это не могу сделать, не работает. Вот просто завтра уже будет работать. У кого-то еще пару дней назад не работала вот эта система. так, хорошо. Ну, допустим, ты выбрала вот этот вариант, теперь мы идем дальше. Picture 3. Picture 3. Угу. Окей. Picture 3. It is I'm I'm Ага, да-да-да-да-да, я забыл, там это я придумал, то есть есть ученик придумал свой вариант, такой же примерно, но в другом месте, и я решил его именно здесь использовать еще раз. Здесь за это дается очень высокий коэффициент, потому что у меня здесь вот так I barely open, то есть здесь нужно, если вот угадать вот это, то это сразу там плюсуется очень много. I barely open my eyes, то есть я с трудом открываю мои глаза. Да, вот так, окей. А вот здесь теперь мы попали в ситуацию, когда это вот это событие было добавлено недавно, и там нет продолжения. Ну, ты понимаешь, что у каждых событий есть варианты, и это как такое большое дерево или сетка, и не везде там мы проставили какие-то варианты, тем более что каждый же придумывает свой вариант. Вот, поэтому смотри, как мы сделаем. Если я сейчас нажму, тут, так как нету вариантов, появится чистое поле, а я уже по предыдущим видео понял, что белый экран это не есть хорошо. Поэтому, а, ну мы можем, сейчас, я попробую так сделать, значит, мы идем на следующий шаг, вот, вот, как я сказал, тут у нас белый экран, потому что нет еще ни одного варианта, но теперь его придется добавлять. Вот, да, хотя бы появилось это лицо. Теперь мы должны будем добавить хотя бы один вариант. Вот, I can barely open my eyes. Дальше у тебя есть предположение, что ты делаешь, возможно, это событие уже есть, и мы его сейчас быстренько тогда добавим. Есть действия? Да, вот, смотри, ты вот, ты должна представить ситуацию, ты с трудом открываешь глаза, дальше что? Ты уже здесь можешь по-русски говорить, потому что мы добавляем, можешь по-английски. I hate the world. У тебя так, так ты решил пойти. Хорошо, тогда придется лезть в компьютер. Лезть в компьютер. Так, здесь у меня еще эту штуку я не доделал, значит, придется в ручном режиме. Так, давай определимся, какая у тебя будет картинка, вот, hate the world для тебя. А, это еще такая игра в ассоциации, ты знаешь, есть такая игра, иммагинариум называется, там берутся карточки с такими разными картинками и люди придумывают свои ассоциации, есть игровое поле с фишками и нужно угадывать эти ассоциации, это примерно то же самое, то есть не обязательно найти какую-то буквальную картинку, это может быть любая ассоциативная картинка, вот, что ты представляешь для себя. Кстати, забыл сказать, что те, кто добавляет ивенты, события, а ты невольно добавляешь события, тот получает какие-то определенные бонусы за это, потому что у меня есть такие, кто специально не придумывал, хотя ему не подходил тот или иной вариант, лень было придумывать и пользовались теми вариантами, которые уже есть и причем угадывали, то есть там дальше были варианты, ну, то есть до тех пор, пока они до какого-нибудь тупика не доходили, да, вот, you hate the world, what do you imagine? Что ты себе представляешь это? Что должно быть на картинке? Ну, человек, который лежит, уткнувшись, лицо в подушку. А, хорошо, это будет несложно. или руками держит подушку, а голова под ней. Так, голова под подушкой, да? если набрать голова под подушкой, то там как раз и может быть то, что ты говоришь. А я что? А, вот так. Есть есть что-нибудь? Вот, первое. Вот это? Угу. Хорошо. Так, я посмотрю. Вот. Ну, здесь зависит от ценности этой картинки в дальнейшем, для дальнейшего использования. Если я чувствую, что эту картинку еще где-то можно использовать, я беру сразу большой вариант. Ну, вот такой вариант, в принципе, подойдет еще где-нибудь, поэтому сразу я его вот здесь скопирую. Так. Теперь я должен ее сюда вставить. Там, вот я ее вставил. И напишем сразу I hate the world. Так? Угу. Так, вот смотри, вот добавился твой вариант. Здесь могут быть добавлены потом кто-то, если захочет добавить свой вариант. Кстати, значит, там уже готовы несколько сторилайнов из других учеников. Можно попробовать пройтись по ними в качестве тестов, попытаться угадать их. Ну, наверняка, после того, как ты сначала пройдешься по своей истории. То есть, мы сейчас ее собираем, а потом запускаем, где уже не будет вариантов, именно то, что ты уже выбрала, и тебе нужно будет попытаться на время описать то, что ты делаешь. Вот. Так вот, если другие люди будут выбирать твою историю, или не обязательно всю историю, а выбирать твое событие, вот как вот это, то это плюс. Ну, сколько-то очков. Ясно, да? Вот. Так что нужно стараться выбирать такие варианты, чтобы другие люди, они захотели выбрать этот вариант. Ясно? Окей. So, you hate the world. Yes? I hate the world. Next, what do you do next? I... I... ты просыпаешься. Так, у нас же есть такое. Сейчас, секунду. Так, вот. Выбираем эпизоды. Так. Wake up, по-моему, да? Wake up. Вот это вот. Правильно? Это сначала просыпаться. Мы будем выбирать или сразу вставать? Сразу get up. Сразу get up. Окей. Вот у нас. Вот такой есть. Вот такой, да? Правда, вот здесь я уже понял косяк. Многие начинают говорить stretch my arms. А я имел в виду, что это здесь именно get out. Ну, ладно, мы пока возьмем вот этот. Так, мы взяли его. И нужно его добавить. Мы его добавили? Как его сделать? Сейчас. Подожди, как я должен его добавить? Так, ну-ка, я сейчас нажму на пробел. Ну, ничего не произошло. А как тебе добавить? А, зачем ему добавлять, если там оно уже есть? Ладно, с этим я потом разберусь. Окей. You get out of bed. Здесь уже есть варианты. Вот. Два варианта. Можно добавить. А, ты уже и сказал, что ты дальше делаешь, да? Go to the bathroom. The bathroom. Окей. You go to the bathroom. Так. Вот здесь мы сразу тоже сделаем. Здесь ничего пока менять не будем, потому что именно так я сказала. Правильно? Да. Окей? Picture one. Picture one. Picture one. Окей. That is going to the basin. Say, I go to the basin. I go to the basin. This one. I go to the basin. I go to the basin. Окей. Picture two. Two. Окей. That is... Clean. No, 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 no. I. Кстати, наконец-то я исправлю эту ошибку. Вот я бы торопился тогда. I put. И здесь, наверное, тоже мы some. Вот здесь вот так ставим. Some. Toothpaste on my toothbrush. Почему? Toothbrush. Toothbrush. Окей. Так, а чего он не сохраняет-то? Вот, сохранил. Да, вот здесь у меня нечаянно я тут нажал на кнопку одну, и как будто бы я хотел добавить картинку, событие, а на самом деле я хотел перейти на следующий шаг. Здесь пока одно, один вариант, вот, но ты делаешь именно его, правильно? Угу. И как это будет? I clean my teeth. Проверяем, да. Здесь сразу тоже я изменю. I clean my teeth. ok. Этот? Да. Тогда говори, как это будет. I wash my face. Угу. Good. Так, еще не... Все, сохранился. Так. Этот вариант? Воду выключать или? Да. Да. Ну, хочешь, можешь не выключать, можешь что-то свое придумать. Ну, полотенцем в лицо выделить. Угу. а потом воду выключить? Угу. Ну, хорошо, пусть, значит, здесь полотенцем, так? Да. или все-таки выключить ее? Ну, ладно, выключите. Выключите. Давай, ты ее сначала действительно выключишь, ну, чтобы на всякий случай знать, да, как это говорить. Угу. Я понимаю, что для тебя это небольшая проблема, но тем не менее. так, I turn off the water. Так, и вот как раз после этого шага мы добавим твой вариант. То есть, ты сначала вытираешь лицо, а поток, а потом идешь ну, куда-то, не знаю, не обязательно сюда. То есть, ты не не попадай под влиянием тех картинок, которые ты уже видишь, да, то есть, ты руководствуйся своим чутьем. Вот ты сейчас сказал, я вытираю лицо, да, вот это хорошо, здорово. Мы добавим твой вариант. Так. Так, это у нас, чтобы наверняка быстрее попасть, наверное, мы возьмем dry face. Вот так просто dry face. Должно, должно получиться. Нет, не совсем. Тогда tau добавим. tau, точнее. теперь он вот есть такое. Пойдет? Не очень. Ну, какая-то, да. Еще посмотри. Вот есть картинка. Ну, вот сейчас. Вот-вот есть. Скажешь, стоп, тогда, если увидишь. так, так, давай-ка, знаешь, мы возьмем не dry, а, наверное, wipe. Так, проще. видишь, видишь, он уже больше предлагает. Скажь, стоп, если вдруг появится картинка. Четвертая была в самом начале. Четвертая в самом начале. вот это? Вот это? Вот это. Да? Так, я посмотрю, здесь водяных знаков, а, вот здесь есть какой-то знак. А, вот это, Она, она самая большая и со знаком, поэтому не очень хорошо подходит. Тогда. Ну, скажешь, стоп. вот то, сейчас, наверх чуть-чуть. Вот это. Вот это? И вот, вот это. Вот. Она точно вытирает? Здесь не очень похоже. Так, мы, значит, сделаем по-другому. Да, там была какая-то картинка. Ладно, я уже начал печатать, вытирать. Лицо после... А, мы именно берем таким, махровым полотенцем, да? Вот там было после умывания. Ну, может быть, не знаю. Ну, вот я так и думал, что, может, не... А, вон там, вот, наверное, сейчас. Вот это вот. Вот это? Угу. Вот это? Вот это, да. Ну, хорошо. хорошо. Ну, здесь придется вот добавить и, вон там, это вот. Такое будет длинное. Просто, I dry my face. Может быть, феном dry, то есть, тут что угодно, может быть. Ну, так, почему? я захотел. Может, картинка не того размера. Так, я, может быть, что-то не то сделал. Сейчас, мы быстренько восстановим это все дело. Я помню, последователь, вот это, вот это. так, вот, а здесь, здесь уже у нас что-то было, правильно? Угу, там была ванна. Ванна, там была ванна, да. Почему он не добавил? Сейчас я посмотрю, что у тебя там с твоей историей. так. Да, вот он здесь ошибку выдает. Угу. Так, хорошо, ладно, мы сейчас быстренько еще раз соберем. Так, и вот здесь я должен был добавить события. Так, я нажимаю вот это вот. Не, у тебя там было не ванну, ты... Вставай, вставай, да, да, вот так, get. Да, вот-вот, из-за вот этого, то, что я не смог добавить, это вариант, такой вариант. Так, как-то у меня это было. Так, сейчас я посмотрю, какие у меня кнопки есть на этот счет. Вот сюда, 32, так, ну что, я пробую. Надеюсь, что получится. он должен был вот сюда, бумс, показать вариант, и я его должен выбрать. я вот боюсь, что мы уже это делали. Так, сейчас я быстренько проверю. Где-то я еще что-то не учел, по-моему. По-моему. Нет, сработало. А вот здесь теперь не сработало. Но там-то сработало. хорошо. Так, сейчас сюда, сюда, вот это было, это, это, почему он не добавил здесь опять вариант? не, он сейчас не то добавит. Так. А это как бы уже она идет или это пробная? Это пробная, да. Так, мы немножко по-другому сделаем. Я это потом сделаю. Сейчас мы пойдем с того шага, который у тебя после вытирания. Так, ты сейчас как-нибудь туда попадем, например, вот отсюда. Вот отсюда. Ты шла в ванну, правильно? Угу. там у нас было вот это, вот это, вот это, это. У нас есть вот этот вариант. Так, у нас есть этот вариант. Вариант есть. А почему оно должно быть? Оно должно быть так. Ну-ка, S, да, I dry my face. Так, и вот дальше у нас было что-нибудь? Нет. Не было? Дальше не было. Хорошо, давай. Дальше что? Get dressed. Get dressed. Get dressed. Да, понял. Тут сейчас будет такая картинка, я ее должен буду поменять. Я ее потом поменяю. Так, и опять у нас сейчас будет та же проблема, потому что я сейчас нажму и выбрать картинку, и вот сюда зайду, и тут у меня есть уже Get dressed. Вот она. И опять, вот как мне ее добавить, чтобы он у меня, сейчас опять будет вот эта вот проблема. так, вот я ее добавил, вот сюда мы выходим. Ну, допустим, ладно, Get dressed. Так, есть какой-нибудь еще вариант, кроме этих двух? забрать по стиль. Хороший выбор. Вот это может? Вот это? Угу. Это у меня тоже, кстати, более-менее автоматизирован, чтобы вот не переходить постоянно во Photoshop. Я там уже сделал, но опять тоже чуть-чуть не успел. Так, I make my band. Кстати, make band это и расправлять, и заправлять. Ну, в зависимости от ситуации. I make my band. Так, вот здесь. А у нас уже, что ли, такая ошибка была, по-моему, да? Так, это все нужно будет исправлять. Так, перейдем на эпизод, который у нас был. Полотенце? Полотенце, да. Вот этот вот. А, здесь нет вариантов. Здесь нет вариантов, и мы придумали. Какой вариант? А, заправь. Не, не, не. Одеваться. Да, 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 да. Вот он. Вот он здесь и не добавился у нас. Я на другой же. Так. Get dressed. Вот этот вот. И вот здесь, да? Да, вот он здесь есть. Он там не добавляет. Теперь он здесь какую-то ошибку выдает. так, 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 make bed. А что дальше после make bed? Go to the kitchen. Go to the kitchen. To the kitchen. Окей. Это у нас есть такое. Но здесь опять у нас сейчас вот эта вот проблема будет. Так, выбрать, то мы выбрали. Так. Так. Picture three. Three. Go to the cooker. Yes? Yes. Ай, теперь вот он эту ошибку делает. Мы доделаем твою историю. Ничего страшного, она никуда не убежит. Давай-ка, лучше мы попробуем чьи-нибудь уже готовые истории, пару историй, ну, чтобы ты поняла, как это работает. Для начала мне надо проверить эти ошибки, которые сейчас тут у меня возникают. Они так же у меня сейчас будут там. Нет, здесь их нету. Так, все нормально вроде бы. Так, а ну-ка, твою историю поддонить не скажем. Так, посмотрим, а у тебя в истории еще не сохранилось вообще. Я, я запомнил там, но у тебя начинается вон отсюда аж. Так, хорошо, понял. Так, ну, у меня есть примерно две истории, давай самый длинный возьмем. Мальчика, вот. Но здесь нужно быть готовым, что здесь нужно будет сейчас делать на время. Ну, хочешь, можно не на время, но на время, да? Окей. Так, все, я нажимаю. I turn off my ламп, плюс за время еще тут три очка, поэтому здесь нужно чуть-чуть быстрее произносить. Ну, это можно делать потом еще раз, не обязательно на этой книге, на какой-то еще. Так, идем дальше, да? I keep sleep. Пинг. Так, вот здесь я должен был бы оштрафовать, но я пока этого делать не могу. Кстати, ты первая, у кого вообще начинают собираться какие-то очки, еще никто на очки не работал. И даже деньги, вот, у тебя есть и очки, и деньги, 6 центов целых. Значит, brilliance это показатель как бы ума, знаний, интеллекта. То есть, brilliant mind, brilliant head, умная голова. Чем больше вот здесь очков, ну, значит, тем, человек умнее. По идее, по логике этой игры, этого проекта должен быть. Итак, ну, я не могу сейчас пока отнимать очки. Я могу, в принципе, у меня здесь есть всякие текстовые окна, вот, вот, fine, это штраф. Если я сейчас нажму, во-первых, я не знаю, насколько надо оштрафовать, но там опять может возникнуть какая-то ошибка, и я просто не хочу рисковать. Вот, поэтому мы просто пойдем дальше. Но ты имею в виду, что keep sleeping. После глагола keep любой другой глагол должен быть в инговой форме. Это должен быть у нас герундий. Угу. Запомнила. Так, дальше. Но ты угадала, тем не менее. Каким-то образом ты угадала. ничего страшного. Ай-джи. Ничего страшного. Это, это ничего страшного. Так. Ай-си. не ошибается только тот, кто ничего не делает. Ты действуй смелее. Вот что получится, то получится. Ты же учишься говорить, и понятно, что ты не можешь на все ситуации сейчас уже делать правильные ответы. Здесь я бы даже мог бы добавить какое-то количество очков за за то, что ты смогла выкрутиться из этой ситуации. Так и нужно делать. Если ты не знаешь вдруг какое-то слово, его нужно уметь объяснять другими словами. Пусть их будет больше. Но самое главное, что ты донесешь до человека мысль. Ты вдруг забыла, как будет сон. То есть ты сказала ай-си, и дальше хотела сказать сон. Да. Э-дрим. Дрим. Да. Ай-си. Э-дрим. Вот так. Ай-си. Э-дрим. Но при этом правильный вариант у нас, тем не менее, более бы правильный вариант был бы вместо си. Си. Так можно сказать. Ай-си и дрим. Но I have a dream. Да нет. I have a dream. Ну да, это тоже такой, в общем-то, более-менее вариант. Но самый подходящий это I dream of или I'm dreaming of. Здесь continuous это был бы бонус. I'm dreaming of. Вот. Тем не менее, такой вариант I see и дрим он бы тоже бы подошел. Но ты забыла, как будет дрим. И вместо слова дрим использовал pictures in my mind. Это... Вот там углу, это... Где? Вот здесь. Это ответ или это только что появилось? Я просто не видела. Да, кстати, действительно, здесь... Я не знаю. Я не знаю. Нет, я только сейчас заметила, что там написано. Хорошо. Я сейчас это исправлю, этот момент. Так, мы на следующем предложении. Мы пожертвуем следующим предложением. Вот. Я, видимо, это делал для себя, чтобы понимать. Да? У меня здесь подсказки, они... Подсказка не работает. Так, ладно. Значит, то, что ты сказала вместо dream pictures in my mind это просто огромный плюс. Прям вот огромный бонус. Потому что не все так могут выкрутиться. Вот. Не помнят слово и все, и у них стопор начинается. Нет, надо уметь изыскивать всякие возможности. Так, I dream move. I dream move. Ну, здесь типа продолжение следует. Вот так, что ли? Так, I dream move. И в следующем нужно будет сказать, о чем. Так. Сейчас я посмотрю, появится тут что-нибудь. да. A dream of making a robot. Так. Значит, мы сейчас это дело уберем временно, а я потом решу этот момент. Так, значит, мы вот эту штуку сделаем просто невидимой, чтобы долго не мучиться. я просто он тебе сейчас начисляет очки, и я, чтобы их было не очень много, потому что, понимаешь, чем меньше, если я буду сразу переходить, он тебе будет там огромное количество очков начислять. Хорошо, конечно, ты заметил вот этот вот баг небольшой. Так. Ну, ты уже знаешь, о чем он мечтает. А его картинка, она, значит, дор... но тем не менее скажи, ладно. Вот здесь за артикль была бы ошибка. Окей. У тебя здесь серьезная ошибка есть, смотри, ты говоришь I am... I. Как правильно? I wake up. Да. В следующий раз это уже все будет работать, то есть все штрафы и даже произношение. Посмотри, вот здесь есть sounds, то есть за фонетику, words, да, за неправильно использование слов, articles, артикли и prepositions, предлоги. То есть это не все ошибки, это те, которые основные, то есть сразу, чтобы на них выходить. Тут есть система еще небольших бонусов, то есть за использование определений, то есть перед существительным ставить какое-то определение, это бонус. За использование определенных обстоятельств тоже бонусы, то есть в зависимости от обстоятельства меняется бонус. самый низкий бонус это за обстоятельства места, потому что здесь вы так и так говорите часто, куда вы идете, вы естественным образом используете обстоятельства места, а вот если вы скажете например для чего вы что-то делаете или почему, то есть используете обстоятельства цели или обстоятельства причины, вот это бонус. Не забывать ставить определение тоже очень такой серьезный бонус. Кроме этого, ну здесь кнопочек у меня много, будут добавляться ошибки или бонусы за другие грамматические моменты, за времена глаголов, за ну за что угодно. Хочу спросить, а обязательно говорить I wake up или можно ну это будет считаться как ошибкой, если ты скажешь wake up? Да, просто wake up, а не I wake up. Ну здесь эти очки они идут один символ одно очко. А, то есть если ты говоришь wake up, ты себя лишаешь двух очков, потому что здесь видишь, я чтобы не заниматься такой уж совсем математикой, я не стал тут выдумывать способы как определить что вы произносите там по звукам, то есть представляешь, мне на каждое слово надо еще тут зафиксировать количество звуков. А здесь у меня даже пробелы идут в ход, засчитываются пробелы, то есть если ты говоришь I, это плюс 2, это I и сам пробел. Хотя ты можешь говорить wake up, это если представишь, что ты делаешь такое действие, например, я просыпаюсь, иду в ванну, открываю кран и достаю зубную пасту. Да, можно, можно. На самом деле ты можешь минус 2 очка, если ты не используешь местоимение I, это ерунда по сравнению с тем, у тебя зато будет звучать это более естественно. Мне самому тоже не нравится, когда постоянно будет в каждом предложении I, 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 I. Поэтому нет, не обязательно. Не обязательно. Возможно даже, что я не буду засчитывать это как, то есть ты говоришь wake up, а здесь написано I wake up. И чтобы мне не делать лишних движений, убирать два символа, я скажу да и ладно, пусть будет значит у тебя wake up. Здесь будет работать другой принцип. Краткость сестра таланта, так говорится. Так, ну мы идем дальше, да? I do gym exercises physical exercises как в школе это на английском языке? PE, по-моему. PE это есть physical exercises. Если вы разбирали расписание на уроках английского языка, школьное расписание, как в Англии, то у вас должно было попадаться physical exercises, PE. Вот. Хорошо, ты уже вторая, кто так говорит, но здесь и один человек, а тот, кто это выбрал, он сказал stretch, my body. Здесь вот я вот здесь сразу поменяю. Не, ладно, не буду пока это делать. Так, go next. I go to the bathroom. Почему go in? Да, go, go to the bathroom. Вот 35, да, скорость достаточно неплохая, то есть вот у тебя общая скорость здесь, ты думала 3 секунды, 3,5 секунды. То есть не думала, а думала и произносила все это вместе 3,5 секунды. В принципе это неплохо считается. Потому что ты не помнишь слово раковина, basin. Да, у тебя, кстати, в дальнейшем эта программа будет расти, то есть мы будем отсюда какие-то слова добавлять в базу данных тебе, в твой словарик. И можно будет делать потом отдельные тесты, ну, как у нас уже были, по-моему, такие программы, где были тесты слов, да, с картинками. Мы добавим туда это слово, и ты сможешь работать с определенным количеством слов, например, с любимой лексикой, или выбрать, например, где у тебя больше всего трудностей, проблемы и так далее. Смотри, basin, оно же похоже на что-то в русском языке, на что, на вазу похоже, это родственное слово, еще вот что-то у меня вверх, а, таз, кстати, таз, да, таз, 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 где-то оно должно быть родственным, я вот сейчас вот уже не так хорошо помню, смотри, basin является родственным слову bath, bath, ванна, а bath, в свою очередь, является родственным в русском языке слов badia, badia, это есть ванна, baso, 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 это по-испански, у нас было на испанском языке это слово baso, чашка молока или стакан молока, да, baso это родственное слово ваза в русском языке и таким образом, смотри, ваза, baso, basin, мы видим, что они родственные, то есть ваза и basin, они все уходят корнями в сосуд, емкость для жидкостей, сосуд, и в дальнейшем вот допустим в английском языке слово bath ванна, basin раковина, я вспомнил слово, бассейн, ну как же так, как же я его мог подзабыть, бассейн, действительно, чем-то же похоже, похоже, вот это слово тебе может помочь, это называется мнемотехника, я рассказывал про мнемотехнику, что это такое, ну по крайней мере я вам давал листы с подсказками, да, это и есть мнемотехника, для мнемотехники важны два условия, во-первых, слова должны быть схожи, схожи по звучанию, что-то у них должно совпадать по звукам, это раз, и второе, они где-то должны пересекаться по смыслу, должны быть какие-то смысловые ассоциации, посмотри, бассейн и бейзин, б одинаково, потом, ну, свистящая пара одинаково, правда, там глухой звонкий зэсэ, бассейн, бейзин, ну и конечный не, бассейн, бейзин, да, вот, и в следующий раз, если тебе нужно будет вспомнить, как будет раковина, да, я рекомендую использовать мнемотехнику и задействовать немножечко воображение, посмотри, если ты сейчас посмотришь на эту раковину и как бы так абстрактно представишь себе, что это бассейн, тут вода и там есть водяной матрас, например, это может помочь, ну, у всех по-разному работает уже использование зрительной ассоциации памяти по-разному, ну, вдруг у тебя это сработает, если сработает, то ты гораздо быстрее сможешь вспомнить, как будет раковина или умывальник по-английски, это я тебе просто к тому, как запоминать слова, есть различные секреты и в дальнейшем это будет наша основная работа, именно научиться работать со словами, я хочу, чтобы вы могли большое количество слов отрабатывать до занятия, но для этого нужно быть готовым, вот мнемотехника и визуализация это одна из важных причин, и вот так как вы не всегда сами используете визуализацию, то есть воображение, вот я и здесь использую эти картинки, они должны помочь, потому что визуальная поддержка это плюс 70% к запоминаемости, ну, так ученые говорят, так, у тебя опять тасс, тус, тус, нам, ты привыкла говорить тасс, как будто бы вы все там в классе произносите тасс, нет, просто ты так говоришь, да, а я ведь здесь исправлял, я здесь и а ставил, и и ставил, ну, вот он почему-то не исправил, ладно, я это разберусь, тус, пейс, пейс, да, вот это запоминаем, так, хорошо, дальше, клин, ма, тис, окей, браш, ма, фейс, ой, да, wash, 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 ничего страшного, open the water, turn off, turn off, the water, go to the kitchen, ну, вот это достаточно быстро получилось, вот смотри, put the kettle on, он имеется ввиду, либо на плиту, либо на подставку электрическую, это не имеет значения, либо он вообще может иметься ввиду, как включенный, put it on, делать что включенным, включать, как turn on, но здесь элементарно, как по-русски, я поставил чайник, неважно, на что поставил, мы понимаем, да, что это, включить чайник, put the kettle on, возможно, у тебя была проблема со словом чайник, kettle, или не с этим была проблема, это я, как заваривать чай, а заваривать, понятно, это совсем другое, но kettle, это по-русски, котел, котел, вот, пожалуйста, вот теперь заваривать чай, а ты его забыла, поэтому, мне надо дождаться, чтобы до нуля дошло, да, и теперь я могу тебе показать, make tea, все очень просто, видишь, make tea, сам автор этого, события, он сказал, brew tea, brew, да, это неправильно, надо было хотя бы сказать, stew tea, brew, это делать напитки, на закваске, как квас, вино, пиво, вот это называется, brew, brew tea, то есть, должно быть, какое-то брожение, чего-то, жидкости, и получается, такой напиток, а это stew, есть такой, stew, это готовить что-то на пару, потому что stew, это пар, пишется s-t-e-w, но, на самом деле, есть такая технология заваривания чая, stewing, а это making tea, stew, это, когда листья заливаются кипятком, они ошпариваются, вот это называется, stewing tea, stewing tea, а вот это, making tea, идем дальше, идем дальше, eat a bread, тут смотрю, у тебя сразу несколько ошибок, bread, это неисчисляемое, существительное, поэтому и нельзя поставить, да, так, я буду свою работу поймать хотя бы как-то, вот, вот здесь нельзя поставить e, потом ты говоришь eat, если eat, то, ну, some bread, eat some bread, но здесь у него было get some bread, have some jam, окей, ну, это его история, вот он так решил, а вы уже угадываете, хотя там тоже момент с тем, что ты ненавидишь мир, это, я не знаю, угадает кто-то это или нет, вот, так что у вас у всех свои ассоциации, но вы вправе их использовать, я не настаиваю, я не говорю, давай не будем делать вот эту вот картинку или там события, вы выбирайте, вы авторы, а люди другие, они уже будут вас оценивать, то есть я имею ввиду те, кто вот этой программой пользуется сейчас, значит, не будем долго здесь думать, у него было wait for few minutes, ты не знала какие-то слова или ты просто не прочитала ситуацию? ситуацию, понятно, ты не поняла, а чего он ждет, да, и вообще ждет ли здесь человек чего-либо, вроде бы часы есть, вот, вроде сидит, как ждет, так, идем дальше, но здесь есть варианты, the water is boiling, раз, да, какой еще может быть вариант, ну, вот такой, как у него, I turn off the kettle, хорошо, так, дальше, have tea with friend, back to my room, go back to the bathroom, не, my room, это тоже нормально, абсолютно, не надо прям привязываться, то есть вот то, что здесь написано, the bedroom, не означает, что нельзя сказать, my room, все можно, это, это взаимозаменяемые вещи, тут, вот, и даже можно сказать, вместо go back, может просто сказать, back to my room, но back часто бывает, идти спиной вперед, как бы, поэтому, чтобы не было такой, путаниц, would you go back to my room, seats, seats, go to the table, to the, okay, that is a desk, the desk, yes, go to my desk, okay, next, back, 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 get dressed, get dressed, give us my phone, get, get, get my phone, Да, здесь картинку надо будет нам поменять, потому что здесь действительно непонятно то, что он задумал, а задумывал вот он следующее. Я хотела сказать зарядки, но я не знала, как сказать его зарядки. Понятно, хорошо, теперь знаешь. Запоминай, запоминай, headphones. Ну, go to school вообще, если уж говорить, да? Да, ты могла бы здесь вполне сказать go to school, но однако у него еще вот есть несколько шагов, и он сначала leave home. Да, I leave home. Lock. Lock the door. Yes, lock the door. Stick. Stick. Stick my headphones in my ears. Так. Go to school. Да, это у него последняя была. Так, сейчас в качестве эксперимента еще попробуем одну историю, она будет покороче, кстати. Вот у девочки она покороче. Сейчас, я забыл, я включил режим просмотра, а надо было включить режим теста. Все, готово? Don't know the alarm clock. Нет, у нее там другое. I kill. Да, здесь нужно было сказать I want to kill. Она сказала так, I want to kill the alarm clock. Keep sleeping. Wake up. Touch my eyes. Be very sleepy. I'm very sleepy. Get dressed. Мне просто интересно, вспомнишь, нет? Pack. 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 Ты где-то привыкла. То есть, когда у меня ученики не исправляются в произношении какого-то слова, значит, они где-то привыкли. Обычно мне хватает двух-трех раз скорректировать, и все. И дальше, значит, произносят правильно. Но это когда они не очень много неправильно произносили это слово. А у тебя уже оно было несколько раз вот так вот. Причем непонятно, почему А. А, здесь же две буквы О, да? Оно же чаще всего дает звук У. Есть, конечно, там, Блад, например, Кровь, Флад, Наводнение, но чаще всего же это У. Вот еще аналогичное слово, если букву Т поменять на Би, будет Бус, кабинка, телефон, бус, будка, т.е. родственное в русском языке слово будка. Так. Дальше. Brush my teeth. Clean my... Wash my face. Turn off the water. Go to the kitchen. Put the kettle on. Да, я понимаю, здесь действительно можно было сказать make tea, но ты уже должна, ты видишь уже второй раз эту картинку и должна запомнить, что здесь идет put the kettle on. Make tea, give some food, get some food in... From. From... From the fridge. Там было у нее немножко другое look for cookies. Мы тогда тоже очень быстро пытались сделать, нашли какую-то фотографию в интернете. Я даже не сразу понял, что это холодильник. А мальчик говорит, а какие печенья в холодильнике? Я такой посмотрел, действительно холодильник. И какие тут печенья? Ну ладно, что есть. Вот это у нее была, по-моему, последняя картинка. Так, теперь смотри. Значит, такая штука. Пока у меня не работает система, вот если повторно натыкаться на какие-то события, то со временем, после пятого раза, по-моему, у них будет отниматься 10% от начисления всяких бонусов. То есть, так, чтобы не было необходимости 100, там, 200 раз использовать какие-то одни и те же уже события, которые ты легко, например, называешь. Вот. А чтобы стараться добавлять новые. Потому что у нас сюжетные линии, они будут меняться, и поэтому нужно, чтобы был стимул для того, чтобы использовать новые картинки и новые события, новые фразы. Но сейчас, пока это не работает, и можно спокойно этим пользоваться. я к тому, что если хочешь, есть желание, ну, у меня есть вот две более-менее такие вроде бы нормальные, готовые, не истории, а, скажем, эпизоды, проверить себе еще раз по какой-нибудь из этих историй, из двух которых у нас уже были. Жалко, что твоей нет, мы бы по твоей прошли. Ну, по твоей следующий раз мы можем пройтись. Можно по... которая... Лео. Лео. Хорошо. Так, просто посмотрим. Мне интересно, запомнила ли ты определенные вещи, слова, или не запомнила. Ясно, да? Хорошо, да, попробуем. Turn off the alarm clock. Keep sleeping. Ну, dreams off. Так, вот здесь я не совсем... Вроде бы и dream есть, и of. В, кстати, не ов, а ов. Вот. Но откуда-то пришло вот это вот лук. Не, я просто хотела сказать, что... Сидрина. Да, но потом вспомнила. Ага, ясно, ясно. Фактор времени — это очень хороший фактор. Это как раз заставит вас говорить, не думая. То есть научиться работать с картинками так, чтобы говорить вещи на автомате. Именно это приводит к свободному использованию любого иностранного языка. Вот для чего нужны эти картинки. Уже лучше. Только tooth paste. Да, я понимаю, у меня тут тоже буквы не хватает. Вот так, да, чтобы было tooth paste. Вот. Но тем не менее. Так. Ну, уже лучше, смотри. Уже ты не говоришь «таз». Вот мне еще какая мысль пришла. Я заметил, что какие-то картинки типа «brush my teeth» и «wash my face» у тебя вообще выходят замечательно. То есть с ними у тебя нет проблем. Со временем, если ты здесь в рамках этой игры произнесешь их более нескольких десятков раз, тебе они уже начнут надоедать. Значит, смотри, что здесь будет предусмотрено. Те события, которые ты произнесла определенное количество раз, их можно в других историях пропускать. Угу. Да? То есть перепрыгивать и переходить к следующему событию. То есть с каждым разом, чем больше у тебя будет вот таких событий, у тебя истории будут компактнее и компактнее, и событий в них может быть больше и больше и разнообразных. Поэтому, в общем-то, да, но я все равно должен выдерживать определенное количество раз, чтобы, ну, действительно у вас они были на автомате. Вот «wash face» и «brush teeth», ну, правда, ты говоришь «brush», так тоже можно, чаще просто говорят «clean». Я хлеб «cat clean», а потом просто вспоминаю, что там было. Угу, хорошо, идем дальше. «Make tea», «have some bread». Нет, «have» — это кушать. «Have some bread» — это есть немного хлеба. Ну да, почему нет, можно было бы сказать и здесь. И «have», но как будто ты только хлеб кушаешь. Вот просто хлеб. Я понимаю, что некоторые так и делают, особенно дети. Вот, для детей углеводы — это очень важно, и они могут просто взять кусок хлеба, и все, им больше ничего не надо. У них все, что необходимо, есть. Вот. Ну вот, если ты помнишь по его истории, он сначала вот это все достает, потом еще там ждет, и только потом это все ест и пьет. «Get some jam». «Get some jam». «Wait». «Wait a few times». «For a few minutes». «Minutes». Сейчас, секунду. Это, наверное, уже за собой. А можно сказать «смотреть на часы?» Нет. А, он же не смотрит. А, ну, да, он ждет. «Да, он ждет». «Да, он ждет. Он ждет и к нам. Он ждет. Ей в одинокон. Я не услышу. О, делать!" Продолжение следует...